Альметьевск 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 На плечах этих ребят не только тяжелая экипировка, но и большая ответственность, ведь сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Соревнования в рамках первенства Приволжского округа проходили в двух группах А и Б, сформировавшихся по итогам прошлого сезона. Проводятся они в форме зональных турниров во время школьных каникул. Каждая из команд провела по два таких турнира. В группе А сразились 12 команд Приволжского региона, 6 из них теперь борются в финале за звание победителя и призеров. На торжественной церемонии открытия по доброй традиции всем участникам было подарено татарское национальное блюдо «Баурсак». Поприветствовал юных хоккеистов исполнительный директор хоккейного клуба «Нефтяник» Мансур Усманов. Пройдет за все это много времени, когда вы станете большими сильными спортсменами, сильными руководителями и просто хорошими юбилеями. Удачи! Нефтяная столица стала местом проведения финала не случайно. В этом году Альметьевская хоккейная школа празднует юбилей. Вот уже 40 лет она обучает детей и юношей с целью подготовки квалифицированных кадров для команды мастеров «Нефтяник». Сегодня в структуре школы работает тренерский совет из 17 человек. Команды по 12 возрастным группам. Интернат для перспективных и нагородних ребят, филиалы в Джалиле, Бугульме, Ознакаево, а также отделение фигурного катания. Ишталь, Ижевск, Торпеды, Нижний Новгород, Лада, Тольятти, Дизель, Пенза, Акбарс, Казань и Нефтяник, Альметьевск. Именно эти команды будут бороться за звание чемпионов. Все они сильные и профессиональные команды, находящиеся примерно на одном уровне. А это значит, что борьба будет напряженной и непредсказуемой. Команды все приблизительно одного уровня. То есть если говорить о задачах, как таковых задач нет, потому что ребятам всего 11-12 лет. И поэтому их задача развиваться, получать удовольствие от игры, ну и показывать себя с лучшей стороны. И потом в тренировочном процессе уже, как скажем, убирать свои слабые стороны, работать над своими ошибками. В соревновании участвуют ребята до 12 лет. Несмотря на свой юный возраст, многие половину жизни стоят на коньках. И не просто виртуозно катаются, но и уверенно ведут шайбу, нападают на ворота соперника и защищают свои. Данил Спиридонов, игрок команды Акбарс, занимается хоккеем с раннего детства. Говорит, что это жесткая игра, но главное не бояться соперников и соблюдать игровую дисциплину. Я занимаюсь хоккеем с двух с половиной лет. Меня поставил папа, и мне очень понравилось. После этого я начал заниматься хоккеем. Тут играют жестко, никогда не отпущены, потому что ты тут в коллективе, в команде. Одним из ободряющих факторов любой команды являются болельщики. А главными болельщиками сегодня были родители. Многие приехали поддержать своих детей и активно скандировали на трибунах. Рустем Подхудинов приехал из Казани. Его сын выступает за Акбарс. Команда готовилась к первенству целый год. Теоретические и практические ежедневные тренировки – это тяжелая нагрузка для ребенка. И помогает преодолеть эти трудности, конечно же, в первую очередь родители. Я же его во время игр-то не вижу, поэтому только как родитель, переживая внутренне, я думаю, вот, наверное, каждый родитель здесь, все единственные болельщики – это родители. И каждый за свое ребенка переживает. Они же еще дети, по большому счету. Одиннадцать лет – это не такой возраст, где еще даже не юноши они. То есть только переходный возраст, поэтому кричу «Акбарс вперед!» – все, вот, кричалка такая. Но кроме родителей, поддержать ребят сегодня пришли и другие болельщики. И многим не только нравится следить за ледовыми баталиями, но и участвовать самим. Но пока ледовая площадка занята, они с удовольствием присаживаются на зрительские трибуны. Болеем за митяник. Почему из всех видов спорта вы решили заинтересоваться именно хоккейом? Сильные эмоции. Очень интересно. Да. Семья все болеет, играет брат. Шесть лет занимаюсь в хоккей. Мы играем, я начала за митяник плюс шесть, сейчас играю за женскую команду. Хоккеисты – народ суеверный, поэтому тренеры не дадают секретов о том, как они сами мотивируют свою команду. Есть свои секреты, то есть где-то по душам поговорить, где-то немножко прикрикнуть. Пытаемся настроить боевую игру. Трудной и насыщенной выдалась игра между Ишталью и Акбарсом. До середины третьего периода силы соперников были практически равны. И лишь в конце ижевской команде удалось реализовать большинство и забить победные шайбы. Но это только начало. Игры финального этапа будут проходить в Альметьевске до 30 марта. Конечно, это как бы финал. Тут все самые лучшие команды по Поволжу собрались. Мы с ними неоднократно и в этом сезоне играли, и в прошлом году. То есть, в принципе, все команды, как мы знаем, силу знаем. Завтра у нас игра с Дизелем из Пензы. Это чемпионы того года. Все команды, как бы, тут слабых нет соперников. Все сильные. Если тренеру все предельно понятно, то, как признаются сами ребята, несмотря на долгую подготовку, сегодняшняя победа стала для них неожиданностью. Просто никогда с таким счетом не выигрывали. Такой сильной команды. Тебе более от Макс. Поверишь в себя. Немного удачи где-то. Главное команды. Вера к победе. Всего в первый игровой день состоялось три матча. О том, кто же станет победителем первенства Приволжского федерального округа, станет известно только в конце этой недели. По итогам командного зачета ледовая дружина, занявшая первое место, получит кубок. Медали и самое главное – звание чемпиона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом у нас все. Мы будем продолжать держать вас в курсе спортивных событий нашего города. Встретимся через две недели. Продолжение следует... Продолжение следует...